Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Ссылка в описании под видео. Эта концепция – инструмент Запада для вмешательства во внутренние дела развивающихся государств. В лучших традициях так называемого миропорядка, основанного на правилах, ОПЗ стала фиговым листком, прикрывающим самые обычные агрессии и последующие ограбления более слабых стран. Она ничем не лучше предыдущего изобретения НАТО – гуманитарной интервенции. Та была использована для аналогичных целей – попытки обеления агрессии против Югославии, ковровых бомбардировок, разрушения и последующего расчленения этой страны. Многие делегации, включая нашу, неоднократно отмечали, что после трагедии в Ливии ОПЗ для них умерла. Аналогичный вывод должна была сделать и вся система ООН. Тем удивительнее из года в год наблюдать настойчивые попытки спецзакладчиков оживить этого Франкенштейна. Неужели кто-то всерьез может полагать, что у делегаций такая короткая память? Если раньше секретариат хотя бы запрашивал мнение государства относительно тематики будущих докладов по ОПЗ, то теперь не делает даже и этого. Наоборот, спецдокладчик выбирает темы по собственному усмотрению, старательно обходя любые острые углы. Естественно, при таком подходе мы не увидим докладов по темам, которые могли бы реально заинтересовать государство. Например, посвященных изучению уроков ливийской трагедии и мерам для предотвращения злоупотреблений ОПЗ. Или возмещению ущерба и компенсациям для жертв от злоупотреблений ОПЗ. Или тому, как государством защитить себя от ОПЗ. К слову, о позиции спецдокладчика. Мы не знаем, на каком основании она вообще существует, поскольку в межгосударственном формате ее создание не согласовывалось. Более того, зарплата лица, занимающего эту позицию, традиционно составляет символический один доллар США. Соответственно, работа и творчество спецдокладчика, включая подготовку проектов соответствующих докладов генсекретаря, оплачивается не из регулярного бюджета ООН. Кто же оплачивает эту позицию? Ведь, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. В этой связи не вызывает никакого удивления переполненность этих докладов прозападными штампами и установками. Последний из них, сфокусированный на вопросах предотвращения преступлений, не стал исключением. Риски совершения преступлений, охваченных ОПЗ, увязываются в этом документе с каким-то абстрактными категориями, типа слабых институтов, плохого управления, дефицита верховенства права. Интересно, а кто и на каком основании уполномочен давать подобные оценки в отношении суверенных государств? Откровенной подменой понятий выглядит попытка доклада увязать вероятность совершения таких преступлений со сложной ситуацией в области безопасности или политической нестабильностью. Например, на африканском континенте все это будет никакими не факторами риска в контексте ОПЗ, а прямым следствием применения как раз данной концепции Западом в Ливии. Именно после того, как эта страна была разрушена и разграблена НАТО, многие государства региона столкнулись с ранее невиданным всплеском терроризма и экстремизма. Кроме того, за период с 2011 года десятки тысяч обездоленных мигрантов, спасаясь от хаоса и разрухи, погибли в море на пути в те самые страны, которые были основными виновниками ливийской трагедии. Таким образом, сама ОПЗ стала причиной гибели людей и корнем зла, а никаким не решением проблем. На этом фоне удивительно наблюдать в докладе генсекретаря раздел о некой физической защите в контексте ОПЗ, где упомянута даже печально известная бесполетная зона. Однако в докладе почему-то не указано, что положение резолюции Совета Безопасности 1973 об установлении такой зоны над Ливией НАТОвцы вольно истолковали как карт-бланш на начало ковровых бомбардировок этой страны. Вот такая ОПЗ. От пространных рассуждений доклада о физической защите силами региональных организаций неприкрыто веет гуманитарные интервенции во времен вторжения НАТО в Югославию. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что применение силы регулируется уставом ООН, где ни о какой ОПЗ речь не идет. ОПЗ, впервые увидевшая свет в итоговом документе саммита будущего 2005 года, не создала и в принципе не могла создать исключение из этого правила. Более того, в упомянутом документе прямо подчеркивалось, что основная ответственность по защите своего населения от преступлений возлагается на государство, а международное сообщество, выполняя вспомогательную роль, выражает решимость действовать коллективно, но исключительно через Совет Безопасности ООН в соответствии с уставом Всемирной Организации, включая его главу 7. Мы знаем, что западные страны для обхода этого ограничения и получения предлога для вторжения в Ливию придумали собственную альтернативную трактовку ОПЗ, якобы допускающую применение силы в отсутствии санкций СБ ООН. Те же самые страны 10 лет спустя за счет массового вступления в дело «Украина против России» в Международном суде ООН по конвенции о предупреждении преступления, геноцида и наказания за него пытались доказать, что данный международный договор якобы регулирует вопросы применения силы. В ответ на это Международный суд в своем решении от 2 февраля 2024 года подробно разъяснил украинским истцам и их западной группе поддержки вполне очевидную вещь. Конвенция о геноциде не содержит норм международного права, которые регулируют применение силы. Таким образом, выводы Международного суда полностью развенчивают не только сомнительные западные концепции гуманитарной интервенции, но и также их вольные трактовки ответственности по защите. В целом же важно всегда помнить, что ОПЗ – это не международный правовой институт, а лишь политическая установка, актуальная для 2005 года, но полностью дискредитированная последующими событиями. Не видим также оснований для деятельности спецсоветника и неких мультистейкхолдерных консультаций для поиска путей реализации ОПЗ.